Американская М-14. Китайский вариант. Либо Курали. Оружие высокого разбора. Моя Африка или особенности охоты на черного буйвола. Об этом и многом другом в мартовском номере журнала Мастер Ружье. Документальные фильмы Creation Films. Ученые и военные не всегда были союзниками. Наука, по сути, единая коммуна, где значимыми открытиями нужно делиться со всем миром. Военные же придерживаются совершенно обратных принципов. Информация — это оружие. Его нужно скрывать и охранять. Традиционно ученые и военные кооперируются только во время войны. И в это время научные открытия становятся строго охраняемым секретом, а средства направляются только на значимые с точки зрения войны разработки. С прибылью... ...не имеющих прямой практической значимости. Как результат, военные бюджеты были ограничены, а воображение военных сужено. Внезапно ученые заговорили о революционных переменах, которые были сродни открытию пороха. Неудивительно... ...смотря на скепсис военных, ученые сделали свои открытия. И эти открытия изменили не просто ход войны, но и отношения с военными. Скепсис ушел, и на его место пришла вера в то, что технологии являются ответом на все вопросы. Это могло быть верным или неверным, но совершенно определенно можно сказать, что эта вера зиждилась на том, что происходило в первые дни Второй мировой войны. Креэйшн Филмс представляет Фильм Эдварда Фойерхерда Оружие, которое изменило ход войны Секретное оружие Часть первая Наука и генералы Любой, кто осмелится воевать, обладая даже самым современным вооружением, с теми, кто способен полностью контролировать воздушное пространство, будет сражаться как дикарь против современной европейской армады. Причем с теми же шансами на победу. Эрвин Роммель В 30-х годах 20-го века с ростом напряженности в мире на науку мало кто обращал внимания. Между тем, ученые разрабатывали области, которые впоследствии стали ключевыми с точки зрения стратегии. На горизонте маячила угроза войны. Правительство пытались подготовиться к грядущему конфликту, занимаясь развитием производственных мощностей, внутренней политикой и самыми насущными проблемами. Британцы сделали ставку на авиацию. Она должна была стать их секретным оружием в войне, которая вот-вот должна была начаться. Они хорошо выучили уроки Первой мировой войны. Трудно представить, но неуклюжие бипланы в то время стали кошмаром для Британии. Перед изобретением воздухоплавания война имела ограниченный размах. Войска передвигались по земле со скоростью повозки, запряженной лошадьми. Битвы обычно происходили в больших открытых пространствах за пределами городов. Население часто слышало канонаду, но редко когда страдало во время боев. Самолеты изменили положение дел, перенесли войну в города. В Первую мировую войну немецкие цепелины и бомбардировщики типа ГОТА более ста раз бомбили Лондон. Пережитый шок от бомбежек трудно забыть. Даже спустя годы после окончания войны британцы не смогли забыть пережитый ужас, что естественно отразилось на тематике военных разработок. Они были буквально одержимы противовоздушной обороной. В 1903 году в Министерство обороны Великобритании объявило о крупном вознаграждении тому, кто изобретет и продемонстрирует эффективный луч смерти. Рассчитать количество энергии, способное убить овцу, британский исследователь Роберт Ватт натолкнулся на интересный факт. Когда самолет пролетал слишком близко от передатчиков BBC, самолеты отражали радиоволны, что приводило к помехам. С помощью грубой антенны Вату удалось отследить его движение. С этого момента возникла радиопеленгация самолетов. Часть 2. Ракетчики В Италии за 30 лет правления Борджа было все. Война, террор, убийство, бойня. Однако именно в это время появились Микеланджело, Леонардо да Винчи и Ренессанс. В Швейцарии царит любовь и братство. 500 лет демократии и мира. И что они изобрели? Часы с кукушкой? Орсен Уэллс. По другую сторону, немцы тоже проводили научные эксперименты. Немецкие ученые также обнаружили феномен отражения радиоволн. Однако военные сочли эти разработки малоинтересными. Планы Блицкрига были крайне агрессивны и не предусматривали оборонительных действий. Гораздо больше немцев привлекали ракеты. 20-е и 30-е годы 20-го века стали золотой эрой ракетостроения. После Первой мировой войны американский ученый Роберт Годдард разработал и продемонстрировал первые ракеты на жидком топливе. Годдард, который слыл чудаком, был поднят на смех, когда однажды сказал, что ракеты когда-нибудь доставят человека на Луну. Но были и те, кто внимательно слушал. В Германии мечта о полетах в космос прижилась как нигде. Окруженные серой реальностью немецкие мечтатели и ученые ушли в ракетный эскапизм. Ракетные клубы возникали повсеместно. Разработки в области ракетостроения привлекли и немецких военных. По Версальскому договору немцы не должны были развивать свои вооружения. Но в договоре не было ни слова о ракетах. Их можно было разрабатывать совершенно открыто. Лейтенант Карл Ханс Беккер, глава баллистического подразделения отдела снабжения и тестирования вооружений, поверил в то, что ракеты смогут стать отличным средством доставки отравляющего газа. Обладая докторской степенью в инженерном деле, он убедил Вермахт открыть собственную ракетную программу. В 1930 году он начал спонсировать ученых, разрабатывавших ракеты на жидком топливе. Среди получателей был и Вернар фон Браун, отпрыск зажиточного семейства. Фон Браун был членом самой крупной берлинской ракетной группы, которая разместилась в заброшенной военной фабрике, предоставленной Беккером. Эта фабрика, названная юными обитателями «Рокетпорт», стала колыбелью немецкой ракетной программы. Однако за поддержку приходилось платить. Гитлер военизировал все аспекты жизни в Германии. Ополченцы и фабричные рабочие маршировали в нацистской форме. Ракетчики не стали исключением. Фюрер закрыл все любительские ракетные клубы и повысил Беккера до генерала. Мечты ракетчиков о свободных космических полетах канули в лето. На протяжении последующих 12 лет их разработки носили чисто военный характер, повинуясь капризам безумного военного режима. Верховное командование Германии в целом заинтересовалось ракетами, однако не совсем точно представляло конкретную практическую цель их разработки. Тем не менее, оно заказало тактические ракеты, стратегические ракеты, ракетные машины и самолеты. Словом, все возможные виды ракетных аппаратов без какой-либо точной доминирующей концепции. В 20-е и 30-е годы Европа была центром научного прогресса. Ученые разрабатывали все возможные области, при этом перед ними не ставились задачи разработать что-то конкретное и практичное. Самым блестящим из этой плеяды был, пожалуй, автор теории относительности Альберт Эйнштейн. Будучи сионистом и убежденным пацифистом, он отказался идти на службу во время Первой мировой войны. Уже в 20-е годы он стал известной мишенью для постоянных атак воинствующего антисемитизма. За несколько месяцев до прихода к власти Гитлера Эйнштейн перебрался в недавно открытый Институт современных разработок в Принстоне, штат Нью-Джерси. Тем временем в Германии нацисты находили все более кошмарные способы преследования евреев. Они приняли законы, которые запрещали евреям заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, что послужило поводом для тысяч студентов и ученых покинуть страну. Немцы уничтожили еврейское предпринимательство и закрыли газеты. С ростом немецкой империи еврейские ученые и инженеры впадали во все большую панику и разбегались, находя убежище в США, Канаде и Великобритании. При этом немцы ни секунды не жалели о потере стольких блестящих умов. Блицкрик позволял захватывать страны за считанные дни, а Гитлер не верил, что ученые могут хоть как-то повлиять на ход войны. Часть третья Электронные глаза Трагедия войны заключается в том, что лучшее в человеке используется ради худшего Генри Фосгик В лабораториях западонемецкие экспатрианты продолжили исследование. Несмотря на то, что шла война и все разработки были секретными, сообщество ученых приблизилось к открытию механизмов расщепления атома. Они верили, что ужасная сила, которую они вот-вот должны были выпустить из бутылки, поможет побороть то абсолютное зло, которое воцарилось на улицах Берлина и стадионах Нюрнберга. В 1938 году немецкие самолеты начали вторгаться в воздушное пространство Британии. Когда британское правительство запросило у немцев цель полетов, немцы ответили, что полеты военных нужны лишь для метеорологической разведки, для коммерческих рейсов. На самом же деле военные самолеты находили и фотографировали военные объекты в рамках разработки плана вторжения. На фотографиях было обнаружено кольцо из больших радиопередатчиков по всему британскому побережью. Немцы заподозрили, что англичане разрабатывают новый секретный метод обнаружения самолетов. Немцы выслали цепелин, начиненный электроникой, с заданием пролететь вдоль этих сооружений. Операторы цепелина не услышали в эфире ничего, поэтому про эти сооружения забыли. Рейхс-маршал Герман Геринг представил фюреру подробные материалы по обороне Британии. Один Никак не упомянул то, что впоследствии стало решающим фактором в битве за Британию. Британцы готовились к худшему. Они знали, что у Люфтваффе больше самолетов и пилотов с боевым опытом. Британцы, однако, располагали загадочным кольцом из радиопередатчиков, которые на самом деле были первой в мире системой обнаружения самолетов. Испытывая нехватку самолетов, пилотов и топлива для воздушного патрулирования, британцы разработали новую систему обороны. Система обнаружения позволяла видеть немецкие самолеты, летящие в небе над Францией и Бельгией. Эскадроны, вращенные в Южной Англии, вылетали при обнаружении немецких самолетов. При этом операторы радаров сообщали точное количество целей с тем, чтобы выслать на перехват адекватное количество самолетов. В июле 1940 года немецкие налеты усилились. Нацисты, судя по всему, были удивлены способностью британских перехватчиков отражать атаки. Ни один налет не прошел незамеченным. И, несмотря на численное превосходство Люфтваффе в самолетах, британцы могли противопоставить вдвое больше единиц техники. Ученые Геринга высказали предположение, что британцы используют радиоволны для обнаружения атак Люфтваффе. Геринг не поверил в то, что британцы настолько продвинулись в этом вопросе, и только спустя два месяца удручающих потерь он приказал атаковать британские сооружения. Несмотря на то, что попасть в антенны было тяжело, Люфтваффе удалось уничтожить несколько южных станций. В середине августа отряд бомбардировщиков Юнкерс-88 проскочил через брешь радиосети, уничтожив значительную часть Саутгемптона. Геринг приказал атаковать и другие станции. Антенны в Дувре и Рае были уничтожены. Самолеты, просачивавшиеся в образовавшиеся бреши, атаковывали аэродромы и заводы по производству бомбардировщиков. Британцы, поняв, что планы вторжения Германии могут увенчаться успехом, начали вывозить национальные богатства в безопасное место, и среди них был так называемый пустотный магнетрон. Трубы, которые генерировали радиоволны для радиолокационного оборудования, были слишком громоздкими, чтобы помещаться на каких-либо средствах передвижения. Магнетрон, напротив, был размером с чашку. При этом он генерировал мощный ультразвуковой импульс. Англичане верили, что в тишине лаборатории США и Канады исследователи смогут создать на его основе устройства, которые поместятся в самолеты. Через несколько дней после прибытия магнетрона в Северную Америку американским исследователям сообщили детали британских разработок по радиолокации. Американцы назвали эту технологию просто «радар». Часть 4. Письмо Если человек способен разработать оружие, которое настолько ужасно, что заставляет нас думать о том, что новая мировая война станет суицидом для человечества, значит, человеческий разум также наверняка способен придумать и мирное решение. Дуайт Эйзенхауэр. Летом 1939 года Альберт Эйнштейн от имени группы ученых обратился с письмом к президенту Рузвельту с детальным описанием возможностей по расщеплению ядра. Он предупредил президента о том, что, судя по тому, что ему было известно о немецких разработках, гитлеровцы вполне возможно могут заниматься разработкой ядерной бомбы. Как раз в это время нацисты вторглись в Польшу. И если и в мирное время привлечь внимание президента было непросто, то с началом войны это стало практически невозможным. И только в середине октября Рузвельт обратил внимание на письмо Эйнштейна. Президент приказал сформировать комитет по изучению этой возможности. После целого ряда совещаний и отчетов вопрос разработки ядерных вооружений перешел в юрисдикцию Веневера Буша. Буш возглавлял Национальный исследовательский комитет обороны, агентство, созданное специально для того, чтобы объединить усилия ученых и военных. Его первой реакцией на письмо Эйнштейна был скепсис. Буш верил в то, что спонсируя этот проект, он сможет доказать, что сделать ядерную бомбу в срок, чтобы повлиять на ход войны, невозможно. Это, как он говорил, развеет опасения ученых относительно немецкой ядерной бомбы и позволит всем сконцентрироваться на более насущных проблемах. Буш выделил небольшое количество денег университетским разработчикам и переключился на другой проект, оказавшийся на его столе. Радар. Разработки британцев попали, как и письмо Эйнштейна, в руки Буша. Пустотный магнетрон без сомнений был революционной технологией, и хотя США напрямую не участвовали в войне, он считал, что война неизбежна и что радар может оказаться ключом к победе. Британская разработка попала в США в нужные руки. Часть пятая. Пенемюнде. Быстрые разработки обычно выживаются провалом, потому что если вы собрали девять беременных женщин, это вовсе не значит, что у вас за один месяц родится ребенок. Вернер фон Браун. В то время как Буш нашел службы кооперации ученых стран-союзников, немецкие ученые попали в бюрократическую трясину. Немецкие военные разработки основывались на четырехлетнем плане, подписанном рейхс-маршалом Германом Герингом. План охватывал все, от производства оружия до возведения общественных зданий. Но сразу после его представления Гитлер его отверг. Вторжение в Польшу показало, что запасы оружия в Германии были недостаточными для ведения серьезных боев. Но вместо того, чтобы дать экономике передышку, Гитлер вторгся во Францию. В это самое время в экономике Германии исчезли последние признаки здравого смысла. Между группировками, перетягивавшими финансирование на себя, развернулась ожесточенная борьба. В начале ракетная программа Беккера финансировалась хорошо. За все время своего существования она была в том, что ракетные предприятия. Беккер был повышен в звании после успеха с несколькими небольшими экспериментальными ракетами, в силу чего поток рейхс-марок не иссякал. Начальником Беккера был полковник Вальтер Доренбергер, истово веровавший в ракетостроение. С увеличением размеров ракет стало понятно, что на исследование потребуется гораздо больше денег и более крупный испытательный полигон. Вернер фон Браун, возглавивший разработку ракет, предложил местечко Пенеминде на берегу Балтийского моря. Здесь он охотился на улицу. Доренбергер осмотрел это место и пообещал, что его отведут под полигон. Через 4 месяца после того, как фон Браун предложил место для нового полигона, немецкое правительство передало ему землю, и строительство началось. В условиях абсурда нацистской бюрократии единственным способом получить деньги для Доренбергера было пообещать то, что он не мог выполнить. Люфтваффе он пообещал ракеты класса «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Для того, чтобы получить поддержку от сухопутных войск, он пообещал множество тактических ракет. Чтобы доказать свое первенство, оба рода войск раскошелились, и в итоге ракетчики получили 17 миллионов марок для возведения фабрики по производству и 3,5 миллиона на ежегодные операционные расходы. У немецкой ракетной программы было все, кроме четкого плана. База в Пенемюнде открылась в 1937 году. Там ученые пытались решить очень непростые проблемы ракетостроения. Подъем в воздух больших масс требовал принципиально иных ракетных двигателей, а наведение ракет на цели требовало сложных систем прицеливания. Германское Верховное командование приезжало в Пенемюнде на демонстрации потрясающей новой технологии, а ракеты по-прежнему не попадали в цель. Ученые извлекали уроки и из неудач, и из успехов. Военные лидеры напротив не понимали трудности исполнения приказов, которые они отдавали, и покидали Пенемюнде с ощущением, что ракетная программа близка к провалу. С течением войны запросы военных на новое оружие превысили технологические возможности неудачной промышленности. Фраун и Торренбергер понимали, неудачные пуски совсем не то, что нужно ракетной программе, если они хотят рассчитывать на прежний уровень финансирования. В итоге немцам удалось разработать ракеты серии А. В сентябре 1939 года они испытали ракету А-4, потенциально опасную баллистическую ракету с радиусом полета в несколько сотен километров. Чтобы поддержать уровень финансирования, Дорренбергер продолжал преувеличивать успехи программы. В то время как ученые боролись с базовыми проблемами конструкции, Дорренбергер говорил о начале производства тактических ракет. В порыве отчаяния он написал меморандум Гитлеру о военной значимости ракет. В нем он написал ракеты как оружие террора. Это был аргумент, который Гитлер мог услышать. Немецкая армия подошла к Москве. Гитлер был убежден, что победа над Россией у него в кармане. И его внимание вновь переключилось на Великобританию. Он искал способы наказать британцев и Дорренбергер судя по всему мог ему в этом помочь. Ракетная программа вновь победила. Фюрер не зная о действительном положении дел в ракетостроении и заказал 10 тысяч ракет в месяц. Дорренбергер согласился, зная, что это гарантирует ему финансирование до окончания войны. Часть шестая. Охотник за волчьими стаями. Наши потери достигли неприемлемого уровня. И в этих потерях в наибольшей степени повинны воздушные силы противника. Адмирал Карл Денитс, командующий ВМФ Германии 24 мая 1943 года. Ученые, работающие с магнетроном, не испытывали подобного кризиса финансирования. Работая в современных лабораториях, они смогли создать радар, который можно было разместить на истребителе. Результаты были впечатляющими. Истребители могли обнаруживать и преследовать немецкие бомбардировщики даже ночью и в плохую погоду. Когда немецкий план Блицкрига сорвался, внимание ученых переключилось на морской радар. Известно, что союзники одержали победу в Первой мировой войне, и в Америке. То, что снабжение через Атлантику позволит союзникам выиграть и в новой войне, ни у кого не вызывало сомнений. Немцы это знали и в 1940 году выпустили на охоту в Атлантику дюжину подлодок. Адмирал Кар Денец, командующий подводным флотом, заявил, что докажет, что подлодки способны выиграть всю войну. к 1941 году волчьи стаи и деница наносили страшный урон противнику. Днем они нападали на корабли из-под воды. Они всплывали лишь ночью, чтобы заправиться воздухом. охотясь в Северной Атлантике, в районе Азорских островов и у побережья Африки, в среднем они пускали ко дну около ста кораблей в месяц. Каждые три месяца они топили больше кораблей, чем США и Великобритания могли построить за целый год. Кажется, Денец был прав, и подлодки действительно могут выиграть войну. Британцы разместили радары на кораблях, а к началу 1941 года они установили первый авиарадар на самолет. Ранние прототипы радаров могли обнаруживать лишь большие надводные корабли. Уничтожение немецкого крейсера «Бисмарк» это прямое следствие разработки радара. Несмотря на то, что в официальной версии говорилось о том, что заслуга принадлежит зоркому пилоту гидроплана «Каталина», на деле разглядеть корабль через туман помог именно радар. Однако обнаружение подлодок было куда более трудной проблемой. Они были меньше в размерах, их профиль в воде был очень мал. Над поверхностью воды были видны лишь перископ и шноркель. Радар, установленный на британских самолетах, не мог обнаруживать столь малую цель. Британцы разрабатывали систему обнаружения подлодок в то самое время, когда японцы бомбили Пёрл-Харбор. Америка, которая играла до этого момента лишь роль поддерживающей стороны, вступила в войну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Его ученые задались целью разработать радар, который может обнаруживать подлодку с воздуха. Они решили, что лучшей платформой будет Б-24 Либерейтор. Способный к переносу больших грузов на большие расстояния, Либерейторы, оснащенные радарными наростами на носу, начали проходить проверку вдоль побережья Новой Англии. Научный подход Буша к использованию авиации для обнаружения субмарин не встретил одобрения у военных. Начальник штаба Джордж Маршал и генерал ВВС Хэб Арнольд предпочитали использовать Либерейторы для бомбардировок в Европе. Адмирал Эрнст Кинг также не был заинтересован в отказе от охоты на субмарин надводными кораблями. Уставший от подковерных войн Буш предпринял то, на что отважились бы немногие гражданские. Он напрямик обратился к военному министру Генри Стимпсону. После демонстрации самолета-радара ответ Стимпсона «Бургараток» меняется. Пересмотр схемы патрулирования позволял одному самолету за час покрывать участки моря более чем 3000 квадратных миль. Но даже несмотря на эти успехи ВВС не торопились предоставлять оставшиеся обещанные самолеты. Они, как заявил Арнольд, нужны для стратегических бомбардировок в Европе. Буш снова применил научный метод и подсчитал, что каждый оснащенный радаром бомбардировщик даст возможность провести в Британию шесть кораблей, которые в противном случае были бы потоплены. А бомбардировки в Европе напротив были все более неэффективными. Тогда, как Арнольд не признавал важности противолодочного радара, нацисты оценили его очень быстро. Изменил тактику, передвинул волчьи стаи южнее и распределил их на большей площади океана. В июне 1942 года его подлодки потопили больше кораблей, чем торговый флот США потерял в Первую мировую войну. флот США. В ответ держался противоложную группу под командованием армии. Он запросил 250 либерейтеров, ровно 20% от числа подобных самолетов в ВВС. Ему дали половину от того, что он просил. Англичане запустили воздушные патрули над Бискайским заливом у побережья Франции. Через это относительно узкое место большинство немецких подлодок выходило в океан на пути к Северной Америке. Немецким подлодкам требовалось 4 часа в сутки проводить в надводном положении, чтобы запустить дизельные двигатели и перезарядить батареи. Они делали это ночью. При помощи радара британские патрули могли обнаруживать подлодки в надводном положении в ночное время. После нескольких успешных атак немцы разработали систему обнаружения радаров, которую назвали Метакс. Как только патрульные самолеты появлялись в зоне, Метакс засекал их радар и подлодка погружалась. Самолеты пролетали, подлодка всплывала и продолжала заряжать батареи. Позже, в 1942 году, Черчилль обратился к Рузвельту с просьбой выделить Б-24 с новым современным радаром. Метакс, как писал Черчилль, не мог обнаружить новый радар, соответственно, немцы были бы беспомощными. В 1943 году состоялась встреча союзников в Касабланке. В официальном коммунике противолодочные средства были названы высшим приоритетом. Денец был близок к победе, в то время как Британия была практически отрезана от снабжения из США. Через пять месяцев после межведомственных пикировок и эмоциональных заявлений о неверии в новые технологии ВВС и ВМФ США сдались. Через два года после прибытия микроволнового радара в США американцы вернули долг поставить три либерей с новейшей радарной системой. В Бискайском заливе союзники начали использовать новую схему поиска разработанную учеными. Британские и американские патрули атаковывали две трети подлодок выходивших на задание. На всем протяжении океана между Северной Америкой и Британскими островами эсминцы и самолеты ВВС закрыли бреши ранее неохваченные патрулями. Потери кораблей союзников стремительно упали. Немецкие атаки на конвои стали катастрофой для самих стаи. Несколько потопленных кораблей стоили немцам огромных потерь. В одной из атак к югу от Гренландии Донец потерял 6 из 11 субмарин, а остальные были так сильно повреждены, что им пришлось вернуться в Германию для починки. Только в мае союзники потопили 38 субмарин. Донец отозвал подлодки из Северной Атлантики. По ставкам союзников отныне ничто не угрожало. Часть седьмая. Проект Манхэттен. Не знаю, каким именно оружием будут воевать в Третью мировую, но точно знаю, что в Четвертую мировую будут воевать камнями и палками. Альберт Эйнштейн. Альберт учив чин бригадного генерала, Гроувс отправился в Турне по вверенному ему предприятию. Инфраструктура была тяжеловесной и разбросана по всей стране. генерала от примесей занимали огромные территории. Они были выстроены в изолированных зонах, вдали от глаз и в максимальной близости к мощным источникам энергии. и в не только в свою работу, но и в то, что она поможет приблизить победу. Мы и так были заняты подготовительной работой, крайне важной для всего проекта, поэтому конструирование бомб Гроувс поручил Опенгеймеру. Генерал и ученые вместе подыскивали место, где и будет создаваться первая в мире атомная бомба. Они выбрали Лос-Аламос, штат Нью-Мексико и маленькую частную школу на вершине Плоскогорья. В то время как Гроувс взялся за постройку необходимых помещений, Опенгеймер путешествовал по стране, собирая ученых, отрывая их от научных баз ради уединения в пустыне Нью-Мексико. Вся эта деятельность была скорее актом веры. Поддерживающая сама себя ядерная реакция, основа ядерного оружия, еще не была продемонстрирована. Не было достаточного количества материала, чтобы проверить эту теорию. С вводом в строй всех заводов для проекта Манхэттен производство изотопов увеличилось в миллион раз и задача доказать, что создание бомбы возможно, выпала Энрико Ферми. Итальянский репатриант, выгнанный из страны режимом Муссолини, Ферми рассчитал огромный ядерный реактор, чтобы научиться контролировать цепную реакцию и создать запас радиоактивного материала для бомбы. Реактор был построен под трибунами спортзала Чикагского университета. Реактор состоял из 350 тонн графита, в котором было высоко множество длинных вертикальных ниш. В эти ниши вставили оксид урана и кадмиевые стержни, чтобы не дать урану начать распадаться. В соответствии с теорией, удаление контрольных стержней должно было запустить реакцию взаимодействия атомов урана, при этом выделялось тепло, что служило подтверждением возможности управления ядерной реакцией. 2 декабря 1942 года Ферми и его команда сверху с площадки для Гандбола наблюдали за процессом удаления контрольных стержней. Считывались показания датчиков измерения высвобождаемой энергии. Наконец, расщепление в реакторе вышло на постоянный уровень. Все присутствовавшие при этом ученые уже знали, что создание атомной бомбы реально. Проект Манхэттен был продолжен. В то же время, когда американские ученые праздновали успех эксперимента Ферми в Чикаго, немецкие ракетчики тоже вздохнули с облегчением. В октябре им наконец-то удалось успешно запустить ракету А-4. До этого запуска существовал риск, что расходы на ракетную программу будут урезаны. Герман Геринг, недовольный тем, что ракетную программу забрали у ВВС и передали армии, приказал разработать беспилотный реактивный самолет под кодовым названием «Черри Стоун». Самолет «Черри Стоун» был более экономичным, надежным и менее сложным, чем ракета. До первого успешного запуска А-4 разговоры о передаче денег ракетчиков на разработку проекта «Черри Стоун» становились все громче. После запуска ракеты А-4 немцы решили финансировать оба проекта. Министр пропаганды Йозеф Геббельс, наблюдавший запуск А-4, назвал ракету «оружием возмездия». «Черри Стоун» получил код «Фау-1». Ракета А-4 стала «Фау-2». Немцы отчаивались все больше. Война в России перешла в затяженную стадию. Блицкриг Гитлера был похоронен под русскими снегами. Геринг, одно время бывший номером два в Германии, вдруг утратил влияние на немецкую экономику. Его четырехлетний план обернулся крахом. Он проиграл в битве за Британию, и его пилоты мало что могли сделать против бомбардировщиков-союзников, перелетавших через Ла-Манш. Некогда несокрушимая немецкая экономика начала пробуксовывать. Генрих Гиммлер, глава СС, с наполеоновскими замашками, долго присматривался к ракетной программе и решил, что настало время подмять ее под себя. Он верил в то, что единолично способен ускорить ракетную программу и изменить ход войны. Для руководства Пенемюнде настали тяжелые времена. Доренбергеру удавалось получать деньги лишь благодаря обещаниям, которые, он это знал, он не может выполнить. И чем больше было неудачных запусков, тем меньше ему верили. Гиммлер тем временем предложил решить все финансовые проблемы Пенемюнде. Будучи главой СС, он располагал неиссякаемыми ресурсами рабской рабочей силы. Его концентрационные лагеря поставляли сотни тысяч русских, чешских и еврейских узников, которых заставляли работать буквально до смерти во славу Германии. Успехи Пенемюнде привлекли внимание и другого рода. 18 августа бомбардировщики союзников атаковали комплекс. Несмотря на то, что предупреждения о налетах звучали и в прошлом, эта атака стала первой крупномасштабной бомбежкой ракетного комплекса Пенемюнде. Жилые бараки были взорваны, в них погибли сотни рабочих, сгорело 25 зданий научного сектора. Немцы решили вывести производство и разработку как можно дальше от Пенемюнде. Запуски продолжались, однако опытное и последующее масштабное производство должны были происходить в другом месте. В течение года узники концлагерей возвели подземный комплекс, способный производить тысячи ракет, о чем мечтал Гитлер, а Гиммлер столь преуспевший в геноциде, теперь имел контроль над самым мощным оружием в мире. В США ученые применяли радар для решения практически всех военных проблем. Благодаря успешной противолодочной технологии военные начали прислушиваться к ученым. пожалуй, самое разрушительное практическое применение радары нашли в артиллерии. Еще в начале войны исследователи соединили радар и противовоздушную артиллерию для создания особо точного механизма наведения. Радар фиксировался на мишени, а аналоговый компьютер вычислял ее направление и скорость. После сравнения информации с таблицей для стрельбы задавались необходимые направления и время выстрела, чтобы траектория снаряда могла пересечься с целью. Затем компьютер перемещал ствол орудия в нужное положение. Несмотря на успешность наведения орудия при помощи радара и компьютера, у этой спарки был один недостаток. Снаряд оказывался на пути самолета, однако они не могли контролировать момент, когда снаряд взорвется. И эти вычисления производились вручную. В начале войны ученые экспериментировали с ПД, детонатором с переменным временем подрыва. По сути, это был крошечный радар, вмонтированный в головку артиллерийского снаряда, чтобы тот взрывался в непосредственный снаряд. PAC- Редактор субтитров Снаряды попадут в руки врага и будут немедленно скопированы. Факт обладания врагом подобными детонаторами мог навредить бомбардировщикам союзников намного больше, чем были выгоды от использования этой технологии на Земле. В течение первых двух лет после изобретения управляемые детонаторы использовались над водой, где снаряды тонули на недосягаемые десанты. Комбинация компьютерного наведения и управляемых детонаторов спасла высадку в Анцово. Когда стало казаться, что Люфтваффе может уничтожить десант до того, как он будет высажен, командование союзников выслало на помощь управляемые детонаторы и орудия с радарным наведением. Это позволило ликвидировать три четверти самолетов и обеспечило успех сражения. В Тихом океане подобный комплекс помог избавиться от японских истребителей, которые угрожали кампании на островах. Детонаторы с детектором сближения оказались особенно полезными для отражения атак «Камикадзе». Пилоты этих самолетов шли низко и быстро, прямиком к цели, и без управляемых детонаторов невозможно было бы быстро рассчитать баллистику так, чтобы снаряды разрывались на пути «Камикадзе». Управляемые детонаторы делали это автоматически, и все, что нужно было сделать, это лишь перезарядить орудие. Сразу после высадки в Нормандии ученые выпустили свое орудие возмездия по Великобритании. Фау-1 Геринга, по сути, превзошли Фау-2 с точки зрения производства. Это была примитивная система без какой-либо системы наведения. Немцы просто направляли Фау-1 в сторону крупной цели, Лондона, и рассчитывали так, чтобы запас топлива кончался где-то над городом. Что ракеты Фау являются отличной целью для радаров из-за устойчивой прямолинейной траектории. Управляемые снаряды без труда смогут настичь их, а детектор изближения гарантированно их уничтожит. Черчилль получил... Высылались перехватчики, включая новый реактивный метеор, чтобы сбить вражеские объекты над водой, как это происходило во время Блицкрига. Перехватчики сбивали ракеты сколько могли, однако примерно две трети реактивных снарядов ускользало от самолетов. Над землей они попадали в зону работы противовоздушной артиллерии. Две недели спустя немцы выпустили по городу первые фау. Фау-2. Неся с собой тонну взрывчатых веществ и перемещаясь со сверхзвуковой скоростью, Фау-2 были неуязвимы. Союзники немедленно осуществили массированные бомбардировки мест запуска, однако ракеты продолжали летать. Запуски продолжались до тех пор, пока союзники не разбомбили все стартовые площадки. Немцы выпустили по Лондону более 1100 Фау-2, которые послужили причиной гибели почти 300 человек. Если бы немцы производили ракеты в тех количествах, как планировал Гитлер, тысячу ракет в месяц, рано или поздно они сломили бы дух британцев и изменили ход войны. Часть 8. Я буду смертью. Я стал смертью, разрушителем миров. Роберт Оппенгеймер, Тринити, 1945 год. Война в Европе подходила к концу, а ученые в Нью-Мексико уже были готовы строить первые атомные бомбы. Команда работала над двумя конструкциями, не представляя, какая из них сработает и сработает ли вообще. Для тестирования телеметрических и измерительных приборов, которые должны были записать первый ядерный взрыв, ученые решили провести практическое испытание. Несколько дней они складировали три нитротолуол в одну большую кучу и, подорвав ее, смотрели на свои приборы и измерители, чтобы убедиться в том, что все работает как надо. Все получилось. Небо над Нью-Мексико заволок дым, и люди почувствовали содрогание земли за сто километров. Все было готово. Сборка первой бомбы была тяжелым и утомительным занятием. Работая под палящим солнцем пустыни, вместе под кодовым названием Тринити, ученые собирали пазл из радиоактивных элементов и взрывчатых веществ, которые должны были запустить цепную реакцию. Во всем мире лишь несколько сотен человек знали о существовании ядерной бомбы. Из них лишь некоторые знали о приближении испытаний. Из политиков, знавших об испытаниях, несколько собрались в окрестностях Берлина в Подздаве. Президент Трумэн и его команда национальной безопасности приехали, чтобы встретиться с Черчиллем и Сталином и набросать схему устройства послевоенного мира. Сталин, который знал о ядерных разработках от своих разведчиков, явно хотел получить больше информации. Черчилль, осведомленный о бомбах, был уверен в успехе. Трумэн чувствовал себя напряженно. За несколько дней до того, как приехать в Подздам, президент получил планы по захвату Японии. День бомбардировки был назначен на 1 ноября. Трумэн знал, что если бомба сработает, то война в Азии закончится и без вторжения. Это позволит сохранить жизни тысяч американцев. Советский Союз не должен будет вступать в войну и претендовать на японские территории. Ученые, работавшие в пустыне, не меньше других, были осведомлены о том, что на полях сражений гибнут сотни солдат. И пока Трумэн вел переговоры о будущем, они активно собирали то, что называли устройством. Все было проверено и перепроверено. Бомбу подняли вверх на башню, после чего подключили последние провода. 16 июля 1945 года ученые, населявшие Лос-Аламос, собрались для испытаний. Это была кульминация всей их работы. Как ни странно, они были полны надежд. КОМПЛЕКС В Тринити в настоящее время это заброшенный тихий памятник рассвету ядерной эры. В Тринити в области радаров и электроники сделали поистине квантовый скачок. Изобретение цифровых компьютеров перенесло возможности науки в область, доступную раньше лишь фантастам. Наука стала предметом надежды не только для военных, но и для всего мира. Казалось, ни одна проблема не устоит перед внимательным изучением и экспериментом. И ни один из аспектов жизни человека не может обойтись без улучшения при помощи науки. Сегодня, когда люди идут на войну, вместе с ними идет и наука. Ученые и инженеры изучают поле битвы бок о бок с генералами. Исследования и разработки стали такой же неотъемлемой частью военного дела, как стратегия и тактика. Однако среди военных есть и такие, которые считают, что маятник отклонился слишком далеко, и что военные стали слишком зависеть от технологий. Война, говорят они, прежде всего зависит от солдат. Может быть и так. Однако трудно поспорить с достигнутыми успехами. Тесное сотрудничество ученых и военных, по крайней мере сегодня, доказало свою работоспособность. И это, по сути, является одним из наиболее значимых уроков Второй мировой войны. Тесное сотрудничество Вот они. Тесное сотрудничество Он сам военнослуживает. Чтобы понять боевое искусство и военную тактику разных эпох и стран, нужно научиться им. Я вхожу в круг смерти, не так ли, ребята? Да! От секрета варваров, умевших с примитивным оружием в руках противостоять самой великой армии тех времен, до выучки американских солдат, побеждающих врага на его территории. Контакт чисто. Цель. От кодекса чести рыцарей до загадочных обрядов воинов Зулу. Всем в укрытие! Всем в укрытие! Этими боевыми приемами и тайными навыками сможете овладеть и вы вместе с зеленым беретом американской армии, ведущим документального сериала Воины с Терри Шепардом на канале Оружие. Не удивляйтесь, что мы без конца улыбаемся, просто нам все это очень нравится. Это единственная в мире криватая ракета, которая мчится буквально над гребнями волн в два с половиной раза быстрее звука. Как позже выяснилось, никто, кроме командующего, ничего не слышал о советской крылатой ракете «Комета». По всем правилам, принятым в мировом авиастроении, он вообще не должен был появиться на свет. Но К-50, речь пойдет именно о нем, доказал, что с ним придется считаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юли 1984 года. Торжок. Совершенно секретно. По данному КГБ Калининской области, на трассе Москва-Ленинград в районе города Торжок неоднократно отмечалась остановка автомобилей, принадлежащих дипломатическим представительствам США, Англии и Канады. Предположительно, ведется наблюдение за летными испытаниями новой авиационной техники, осуществляемыми в Центре боевого применения авиации сухопутных войск. В начале 80-х в США и Европе появляются новые модели боевых вертолетов, способных, как заявлялось, в корне изменить характер современной войны. Весь авиационный мир ждал, чем на это ответят русские. О наших разработках кое-что знали. В западной прессе даже появлялись нечеткие фотографии какого-то вертолета. Но что интересно, разные источники давали о секретной машине абсолютно различную информацию. Были созданы специальные ложные надстройки и даже сымитировали вторую кабину. Это Сергей Михеев, генеральный конструктор фирмы Камов. Фирмы, которая уже полвека выпускает вертолеты, не имеющие аналогов в мире. У этого вертолета невероятная судьба. По всем правилам, принятым в мировом авиастроении, он вообще не должен был появиться на свет. Но К-50, речь пойдет именно о нем, доказал, что с ним придется считаться. По маневренности, пилотажным качествам и мощности вооружения он минимум на треть превосходит лучшие зарубежные вертолеты. К-50 не только мощный, но и очень послушный в пилотировании. Он прощает летчику многие ошибки. В бою это очень важно. Я почувствовал, что в руках табун лошадей, которые спокойно вывезет из любой критической ситуации. Черная акула. Вервольф. В каких только прозвищ не удоставился этот вертолет за свои фантастические качества. По классификации, принятой в НАТО, он получил название Хоку, что означает обманщик. В одной из английских газет статья АК-50 называлась как фильм ужасов. Черный призрак. 1950 год. Пусан, Инчхон. Об этих корейских портах тогда говорил весь мир. Режим Южной Кореи уже фактически пал, но в войну вступают Соединенные Штаты. Молниеносная переброска войск в порт Инчхон на западе полуострова и обстановка резко меняется. Армия Кимирсена оказалась разрезанной надвое. Пал Пхеньян. Секрет маневрности американских войск сейчас кажется простым. Вертолет. Но тогда использование винтокрылых машин в бою стало сенсацией для всех военных теоретиков. Спустя десятилетия, вступая в следующую большую войну, американцы без помощи вертолетов уже не мыслят в боевых действиях. Опыт приобретенного во время вьетнамской войны был опытом не только американцев. Внимательно за этим следили многие страны, в том числе и армия России, райармия Советского Союза. И надо сказать, что именно во вьетнамских событиях вертолет приобрел славу чрезвычайно важной машины для современного боя. 1962 год. Выпускник МАИ Сергей Михеев направлен в самое секретное подразделение вертолетной фирмы Николая Камова. Отдел перспективного проектирования. Такое решение принял лично генеральный конструктор. Основание – блестящий дипломный проект студента Михеева, посвященный абсолютно новому типу вертолета. Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня никогда не было места в жизни, чем в жизни заниматься. Уже в первом классе я знал, что я буду поступать в Московский авиационный институт. Наш руководитель курса нам сказал, ребята, вам предстоит очень интересная работа. Будущее вертолетов только начинается. Теперь я, стоя перед камерой, генеральный конструктор не одно десятилетие, могу сказать, ребята, в вертолетах дело только начинается. Вертолеты – охотники за подводными лодками. А это конек КБ Камова. Они разрабатывались под грифом «совершенно секретно». Поэтому в середине 60-х машины Камова были практически никому неизвестны. А вот вертолеты конструктора «Миля» Ми-1 и Ми-4 чуть ли не в каждом выпуске «Кинохроники» опыляли поля, проведывали оленеводов, возили милиционеров и геологов. Вертолеты Ми первыми примерили и камуфляжную раскраску и узнали, что в современном бою им дается всего 16 секунд жизни. Условно 16 секунд, но все-таки времени достаточно для того, чтобы он был поражен зенитной установкой противника. 1980-й год. Афганистан. Транспортные Ми-8 и боевой Ми-24 приняли на себя основную тяжесть афганской войны. Вертолеты на той войне в условиях высокогорья и бездорожья были просто незаменимы. Но были и проблемы. Каждый из летчиков, вертясь в ущельях на больших высотах, чувствовал, что не хватает запаса мощности, не хватает маневренности. В первую очередь это относилось к тяжелым Ми-24. Поэтому нужна была машина, которую можно было бы использовать для атаки наземных целей на больших высотах с большими углами пикирования. О том, что в дополнение к Ми-24 армии нужен легкий и мощный вертолет-штурмовик, стало ясно задолго до Афганистана. Нашей разведке тоже пришлось поработать. Секретно. Москва. Министр авиационной промышленности СССР Силаев. Направляем вам сведения о новых разработках авиатехники в США, полученные из оперативных источников. В конце 70-х в распоряжении нашего генштаба оказался уникальный документ. Текст технического задания на разработку нового боевого вертолета для американской армии. Позже под именем «Апач» он станет основным ударным вертолетом США. Нашим конструкторам ставится задача сделать вертолет не хуже американского. Сначала подразумевалось, что делать новую машину будут специалисты КБ «Миля». Но потом в Минавиапроме решили объявить тендер. Первый в истории отечественного авиастроения. Конечно, появление нас на поле создания боевых вертолетов, конечно, вызвало шок. Так фирма «Камова» вступила в соревнования с двумя неоспоримыми авторитетами. Американской компанией «Хьюз», уже тогда создавшей «Апач», и советским КБ «Миля», начавшим работать над Ми-28. К разработке новой машины «Камовцы» приступили в 1977 году, когда генеральным был уже Сергей Михеев. Немыслимую высокую должность в структуре военно-промышленного комплекса он занял в 35 лет. Скажете, молод? Но к этому времени на вертолетах, разработанных при участии Сергея Михеева, было установлено уже 20 мировых рекордов. Техническое задание на новый вертолет было довольно щадящим. Ничего сверхъестественного не требовалось.